Кусты сирени, травы и деревья, лесные лавочки, цветы между них пестрят. И зашли за руки шагают по аллее, посидуют тихонько дочь и мать. Гуляют люди медленно сближаясь, вдруг дочка матери тихонько говорит. Мне стыдно, мама, я красивая такая, а твои руки, руки спрячь свои. Как больно матери услышать эти речи не впервые. Ах, в который раз. И вот в один прекрасный летний вечер решила мама все ей рассказать. Когда-то мои руки были свежие, прекрасные и нежные, вот как твои. Но чтоб лица не потеряла свежость, тебя однажды от беды спасли. Пожар на улице, разъяснить пламя, тебя закрыв, я в магазин пошла. Не знала я тогда, но что-то подсказала, чтоб я домой к тебе скорее шла. Я приближалась к дому и, о ужас, то был наш дом, охваченный огнем. И знала я, что там в дыму уснула малютка ты в кроватке под окном. Пожарный вызвали, сказали мне соседи. Да жаль вещей, но их уже не спасли. С минутой каждый дом горит сильнее, но удержать меня там не смогли. Метнулась в дом с открытыми глазами, а дыма сразу слезы потекли. Держа тебя, вот этими руками, я и так не смогла их защитить. Тебя прижал в груди, искала выход. Из пелены огня я вышла вон. Но сильно обожгла тогда я руки, закрывшие от огня твое лицо. Из той пари, с такими водруками, я жизнь свою родная прожила. Я знала, не пройдет безледно шрами, но ты, моя кровиночка, жива. Слава закончилась, и девушка рыдая. Ты жизнь мою спасла. Прости, родная, что я, не зная, мучила тебя. Забудь. О, мамочка. Теперь не закрывай их. Пусть люди видят их и знают, что этими руками ты жизнь мою спасла. Продолжение следует... Продолжение следует...